Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова! А настроение у меня просто на высоте! И тех, кто любит распаковку посылок с пряжей, милости прошу! Сегодня мы будем рассматривать вот этот красивейший пирог от магазина Бобин. И не забывайте, что в этом магазине Бобин до 31 декабря этого года действует 10% скидка с промокодом Ситникова. Ситникова, все буквы латинские, большие. Ой, какая же красота! Как же это греет душу! Посмотрите, я даже не знаю, с чего начать. Но вот эту ниточку я оставлю на закуску. А начну я, пожалуй, с предыстории этого заказа. Я знаю, что многие из вас воспользовались той грандиозной скидкой, которая проходила в магазине Бобин 29 с 29 ноября по 1 декабря. Я также зашла в этот магазин, положила пряжу в корзину и уже была готова ее оплатить. Но тут пришло письмо от Олечки, это сотрудница магазина Бобин. И она сообщила мне радостную новость, что эту пряжу магазин Бобин предоставит мне для обзора. Я просто подпрыгнула от счастья. Вот эта пряжа была с 50% скидкой. Поэтому, мои хорошие, следите, пожалуйста, за новостями и экономьте ваши деньги. Пользуйтесь такими вот шикарными подарками, которые, ну, бывают не так уж и часто. 50% это очень хорошая скидка. Причем я поставила себе напоминалку в тот день, но она почему-то у меня не сработала. И общаясь с вами в чате уже, не в чате, а в комментариях под каком-то из своих из видео, Танечка, моя любимая подписчица, написала мне, что она идет в магазин Бобин и будет выбирать себе пряжу. И тут я ахнула. Я, которая говорила вам об этой распродаже, совсем про нее позабыла. Было уже 10 вечера. Я бегом в магазин и там уже были, ну, подшапошный разбор, я можно сказать, попала. Потому что пряжа, которая была вот с 50% скидкой, ее практически, ну, выбор был мал. Но все-таки я успела. Итак, не буду вас томить, мои хорошие. Давайте посмотрим. Ой, я даже не знаю, с чего начать. Конечно же, эта пряжа у меня впервые. И как вы заметили, я все больше люблю пряжу, которая, ну, так скажем, из сегмента премиум класса. Итак, альпака Волл от производителя Вита. Германская пряжа, немецкая, наверное, так будет лучше звучать. Пряжа для ручного вязания альпака Волл. Вот эту пряжу мне, кстати, посоветовала Олечка из магазина Бобин. И я очень благодарна, Оля, вам за вот этот совет. Потому что там я выбирала немножко другую пряжу. Значит, что здесь? 40% альпака, 60% шерсть, ластер. Что такое ластер? Напишите мне. Я не знаю, что такое ластер. 100 грамм, 300 метров. То есть пряжа тоненькая, вот с таким вот характерным пушком. Вот там такие ворсинки просматриваются. И она очень мягкая по ощущениям. Ниточка приятная. Ну, сам состав говорит за себя, что альпака и шерсть. И, казалось бы, шерсть должна колоться. Но нет, я прикладывала к шее, не колется. Итак, что же дальше нам рекомендует производитель? Спицы 2,5. Ой, вернее, крючок 2,5. Спицы 3, 3,5. В 26 петель, я так поняла. 31 ряд. Это плотность вязания. Вот отрезок связали 10 на 10. Стирать в 30 градусной температуре. Не стирать в машине. И гладить можно на единичке. В общем, цвет просто обалденный. Я что-то подсела в этот год. У меня прям цвета вот синий, голубой и бежевый. Это вот мои цвета в этом году. Я не знаю, что я буду вязать из этой пряжи. Вот просто не знаю. Рождается много всяких проектов. Я не то, что не знаю, я не могу выбрать. То ли это будет просто обычная водолазка. Обычная вот лицевой гладью. То ли это будет, может быть, мужской свитер. Но на мужской свитер мне не хватит, потому что 500 грамм. Хотя, если вязать в одну ниточку, метраж хороший, 300 метров, тогда, конечно же, хватит. Ну, вы знаете, как я люблю смешивать. Возможно, может быть, что-то лёшить свяжу. Но пока не решила. Вообще, цвет, конечно, такой, мужской. В общем, полный восторг от этой пряжи. Да, я не сказала артикул. Артикул 2985. Это вот цвет этой пряжи. Ну, значит, в камеру передаётся он более такой синий. На самом деле, это, я бы сказала, цвет морской волны. Ну, такой очень тёмной морской волны. Не передаётся точно на камеру. Так что, вот такая красивейшая пряжа. 500 грамм. Напишите, может быть, вы мне дадите какие-то советы, что можно связать из этой пряжи. И вообще, как она себя ведёт. Там, после ВТО. И есть ли катыши. Ну, в общем, напишите мне, потому что это для меня новинка. Да, в принципе, как и вся пряжа. Я недавно начала вязать спицами. Поэтому тестирую все пряжи. И у меня ещё ни одна пряжа не повторялась. Так, что здесь у нас? Оно здесь написано, где это. Чифа текстиль. В общем, ну, производитель Германии. Как я поняла. Может быть, изготавливается в Китае. Группа индустриальная. Зона Чифа. Город Баоатинг. ФБ, КНР. Ну, наверное, сейчас всё производится в Китае. Большая масса, как бы, товаров. Но технология, я так поняла, германская. Пряжа очень понравилась. Так, идём дальше. Конечно же, не обошлось без моего уже любимого производителя. Итальянская пряжа от Би-Би-Би. Рекорд я ещё не пробовала. Сто процентная Мериносик. Лана Меринос. Тоже не знаю, что значит Лана. И Супер Вош. То есть, не даёт катышей. Ниточка тоненькая. Но то, что она мягкая, вы уже видите. Цвет передаёт точно камера. Такой светло-светло-жёлтый. Причём, как-то я, когда делала заказ, как-то в магазине Бобин, заказывала такой цвет, но только не рекорд, а, по-моему, вот ту пряжу, из которой мы вязали домино. Вот этот цвет икрё. Господи, это был Би-Би-Би-Премьер. И цвета, вот тогда цвета премьера вот такого не оказалось. И вот, представляете, вот говорят, мечты сбываются. И вот он, этот цвет. Вот такой нежно-нежно-жёлтенький цыплёночек. Очень нравится мне такой цвет. Обожаю его. Ниточка тоненькая, мягкая. Но то, что я с мериносом поработала и знаю, как она себя ведёт в воде. Вот, посмотрите, вот такая нежная скрутка. Вот хорошо, очень хорошо видно. Не слишком тугая скрутка, я бы сказала. Я свяжу образцы, протестирую. Значит, что здесь? 50 грамм, 175 метров. Это такой же метраж, как в Бэби-Мерина от Дропс. У меня, кстати, остались три моточка. Возможно, может быть, даже можно будет как-то скомбинировать. Так, сказала метраж. Спицы, значит, что здесь рекомендует производитель? 2,5-3. Крючок, тройка. Ну, утюг, понятно. Не стирать в машине. 30 градусов. Всё понятно. Так, я хочу найти артикул этой пряжи. Рекорд. Так, артикул 78, 2,0. 220, это, наверное, лот. Ну, в общем, вот такая у меня шикарная пряжа. Посмотрите, как она сочетается. Это просто... Ну, вот эту пряжу камера не передаёт. Я говорю, больше цвет морской волны. А у вас, вы видите её как синюю. И вот с цветом морской волны вот этот вот цыплёночек просто шик. А не связать ли нам какой-нибудь жаккард? Ой, сложно, конечно, в этом вязать. Но очень хорошее сочетание. И получается 175, это что у нас? 350 метров здесь получится метраж в 100 граммах. А здесь 300 метров. В принципе, небольшая разница. Если вязать в одну ниточку, то получится хорошо. Видите, где я вам тут репортаж вещаю? Подвинула своих котеек на их банкетке, потому что на балконе холодно. Решила не рисковать, чтобы не болеть. Вот пришла в комнату и подвинула своих котеек. Так, это что касалось пряжи шерсти, так скажем, мериноса. И на закусочку вот такая пряжа тулип. Не буду вытаскивать её из упаковки. Янарт тулип. Кстати, вы как-то мне задавали вопрос, а давайте не связать ли нам что-то из тулипа. И я вам в какой-то, по-моему, из трансляции мы с вами общались. И я сказала, что будем вязать. И теперь-то точно будем вязать. Пряжа тяжёлая. Это стопроцентная микрофибра. Но она такая, как сказать, холодящее тело, я бы так сказала. То есть для летних вещей крючком самое оно. Цвет небесно-голубой. Просто бесподобный цвет. Очень красивый. Не буду вытаскивать из упаковки. Видите, она уже вот там начала сыпаться. С этой пряжей, конечно, очень тяжело работать. Буду работать только крючком. Как-то попробовала её вязать спицами. Может, у меня не было тогда ещё на тот момент, так скажем, опыта. И мне не понравилось. Поэтому, скорее всего, это пряжа для крючка. Это будет ближе к лету. Сейчас просто вам показываю. И обещаю, что обязательно к лету, там где-то с апреля месяца, мы с этой пряжей забацаем какую-то красивую. Либо тунику, либо что-то такое. У меня есть ещё упаковочка тулипа немножко другого цвета. Тоже, но больше синий, я бы сказала так. И как раз вот, если не хватит, можно будет скомбинировать. Здесь 250 метров, 50 грамм, 6 моточков. По-моему, 250 метров в этом 50-граммовом мотке. Значит, колор, вот вы видите, если это я правильно понимаю. Ой, что-то там у меня телефон весь прям разрывается. Вот, D408-045. Но называется цвет небесно-голубой. Если захотите купить, набирайте небесно-голубой тулип. Здесь я знаю, что на этикетке вот здесь вот никаких опознавательных знаков нет, кроме как вот метраж. Да, 250 метров на 50 грамм. Так что к лету готово. Обязательно что-то свяжем из этой потрясающей пряжи. Ну, об этой пряже, как сказать, неоднозначное мнение. Кто-то ее просто не любит и не принимает. Когда я вязала ирландское кружево, я любила тулип и любила сапфир. Просто необыкновенные бурдончики получаются, завиточки, обвязки. Вот это пряжа тулип. Ну, а поскольку я отошла от ирландского кружева, это будет какая-то ажурная кофточка. Ну, возможно, немножко удлиненная, так скажем. Туника, майка. Ну, что-то будет красивое. Посмотрите на мою красавицу. Видите, как она немножко подвинула? Она заняла лежак кузин. Чувак, кузечка. Так. Благодарю магазин Бобин. Не забывайте про 10% скидку, действующую до 31 декабря. И сейчас буквально минуточку. Вчера начала новый процесс. Пока ждала пряжу. В общем, и платье закончено. Опять новый процесс, мои хорошие. Конечно же, жду ваши комментарии по поводу этой пряжи. Может быть, вы дадите мне советы, что бы вы хотели увидеть на канале и вообще, ну, что можно связать из вот такой красивой пряжи. А сейчас покажу свой процесс, который я вчера начала. Это будет интрига. Я сейчас покажу, что у меня получается. Ну, там совсем кусочек. И дам вам очередную интригу. Напишите мне, как вы думаете, что же это будет. Итак, мои хорошие. Посмотрите, как собрались цвета. Разная пряжа, но просто очень подходит цвет. Просто, на мой взгляд, идеально подходит. Шелковый блеск шоколадного цвета. Вот этот 100% кашемир. Наконец-то, наконец-то он будет у меня в изделии. Это уже 100%. Потому что я начала вязать. И даже если я передумаю, то уже ничего нельзя сделать. Ниточка смешана здесь. И рассоединить ее уже практически невозможно. И вторая, и еще третья пряжа. Это итальянская пряжа Ангора 2. Пряжа. Уже я давала вам обзор как-то. И говорила, что мы будем вязать. Но планы изменились. И эта пряжа итальянская, бобинная. Вы удивитесь, а как же моточек. Да, недавно, совершенно недавно, в Прибалтике стали, так скажем, расфасовывать, перематывать эту бобинную пряжу в моточки. Это производитель Нидара. А пряжа называется Ангора 2. Здесь потрясающий состав. Сейчас я найду. Во-первых, метраж. Представляете? 750 метров. 100 грамм. Я знаю, что здесь есть мохер. Вот. 50, 30 и 20. 50% мохер. 30% акрил. И 20% шерсть. Вот такая пряжа. Ну, об этой пряже, вот об этой я так вам вскользь скажу. Это я покупала. Кстати, вот эта пряжа была куплена, когда я только вязала крючком. И когда я купила вот эту пряжу в Твитеру, вот этот магазин, это кашемир. И потом узнала, что кашемир не подходит для крючка. Вот именно с этой пряжи я взяла спицы в руки. Ну, то есть, если Магомед не идет в горе, то гора идет к Магомету. Вот так получилось у меня. То есть, купив пряжу и сообразив, что она не подходит для крючка, а я вяжу только крючком, я ради пряжи научилась вязать спицами. Чему я несказанно рада. Так вот, эта пряжа уже больше года у меня лежит. Я брала остаточки. Это дорогущая пряжа. Это стопроцентный кашемир. 1400 метров на 700 грамм. Видите, 890 рублей 100 грамм. Но здесь остаток, здесь 90 грамм. Ну, о шелковом блеске я не буду говорить. Это отдельная история. Сейчас его не производят. Это стопроцентный леоцель или вытяжка из эвкалипта. Покупала на Троицкой фабрике. Но вы посмотрите, какое сочетание. Как будто эти пряжи ждали друг друга. И вы посмотрите, какое получается прекрасное полотно. Это полотно отглажено. Не стирало. Я вчера посмотрела видео у Тани Кельмяшкиной. Она вязала из Ангоры 2 кардиган. И там произошла, как она сказала, конфузет. Мне очень понравилось это выражение. Короче, после стирки кардиган стал неимоверных размеров. И Танечка переделывала его. Там была у нее Ангора 2. Вот эта пряжа. И, по-моему, Софью. Она, вот не знаю, состав Софии добавляла вот в эту Ангору 2. И получился вот такой эффект. Я, послушав это, и, честно говоря, испугалась. И думаю, как хорошо, что я не начала новый проект. Я отвязала образец, но взяла без кашемера. Сейчас я вам его покажу. Вот эту пряжу Ангора 2 и шелковый блеск. Постирала. Правда, образец был маленький. Высушила. Но у меня образец не изменился ни на миллиметр. Вот каким был, таким и остался. Так, мои коты здесь начинают. Сейчас. Вот он, этот образец. А здесь Ангора 2 и шелковый блеск. Без вот этой ниточки. Вот, посмотрите. Ну, никак не изменился. Так что я сделала вывод, что у Татьяны вот эту растянутость дала вторая пряжа, которая София. Скорее всего, там была вискоза. Но это мои, так скажем, предположения. Я не знаю. Надо будет посмотреть, что за пряжа София. По-моему, из Швейторга у нее была. Так что Ангора 2, я думаю, с ней все нормально. Она не дает вот такую растянутость. То есть, вот как был образец 9,5, так он и стал 9,5 после ВТО. Посмотрите, какая прелесть. Посмотрите, какой пушок. Здесь, вот в этом образце, вы видите еще кашемир. И это не стиралось. Это, конечно же, кашемир раскроется. И тоже будет очень-очень красиво. Вот такой новый проект. Пока не скажу, что это будет. Очень надеюсь на ваши комментарии. А может быть, кто-то да и угадает, что это будет. Но, думаю, должна получиться очень красивая, стильная вещица. Я просто в этом убеждена. Да, я не сказала оттенок вот этой Ангоры. Сейчас скажу. Вот, три семерочки. Пряжа потрясающая. Эта пряжа есть в мире вышивки. В очень большом выборе. То есть, там выбор оттенков громаднейший. Ну, вот, мои хорошие, такое немножко обзорное и видео, которое ставит планы, да, на будущее. У нас теперь грядут новые проекты. Причем они получаются, так скажем, безотрывно. Процесс за процессом. Не успела связать одно, сразу грядет другое. Ну, это и прекрасно. Ну, а на этом я буду с вами сегодня прощаться. Напишите мне, пожалуйста, ваши комментарии, что это будет. Давайте, угадайте или нет. Просто мне интересно. И напишите мне, что же можно связать из потрясающих ниточек, о которых я вам сегодня рассказала. Ну, и, конечно же, не забывайте про 10% скидку в магазине Бобин. Все. Я вас всех обнимаю. Всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok